Пусть в момент времени, равном нулю, конденсатор заряжен. При замыкании цепи он начнет разряжаться, и через катушку потечет ток. При этом сила тока будет увеличиваться. Благодаря явлению самоиндукции, в катушке возникнет ток самоиндукции, который будет направлен против тока в цепи. Поэтому сила тока в катушке будет нарастать постепенно и достигнет максимального значения, когда конденсатор полностью разрядится, в момент времени, равным 1 четвертой периода. Затем сила тока начнет постепенно уменьшаться, поскольку в этом случае ток самоиндукции будет направлен так, чтобы поддержать ток в цепи. В момент времени, равный 1 второй периода, ток прекратится, при этом конденсатор перезарядится. Нижняя пластина теперь будет заряжена положительно, а верхняя – отрицательно. В следующий момент времени конденсатор начнет разряжаться. Через катушку потечет ток, однако его направление будет противоположным направлению тока в первой половине периода. В момент времени, равный 3 четвертым периода, сила тока достигнет максимального значения, а затем начнет уменьшаться. Конденсатор будет перезаряжаться. В момент времени, равный целому периоду, ток прекратится, конденсатор окажется заряженным так, как в начальный момент времени. Процесс начнет повторяться. Таким образом, заряд конденсатора изменяется периодически от максимального значения до нуля, затем до максимального значения, но противоположного знака, затем опять до нуля. Сила тока также изменяется, но ее значение максимально в тот момент, когда заряд конденсатора равен нулю. КОНДЕКЦ КОНДЕКТИ